Полноценного автосалона Москва в этом году не увидела. Вместо него открылась небольшая выставка внедорожных транспортных средств Moscow for Fraud Show, которая уместилась в одном зале комплекса Krokus Expo. Вход был бесплатный, а большая часть экспонатов – продукция тюнинговых фирм. Два года назад на аналогичной выставке дебютировал концептуальный универсал Lada Vesta Cross. Но сейчас автоваз среди участников не значится. Подробности выставки в сегодняшнем выпуске. С вами канал ProAvto. Начинаем! На правах рекламы рекомендую вам инновационный прибор Auto Plus. Он избавит вас от ослепления встречными фарами и солнцем. Прибор просто в установке, не закрывает обзор, подходит на все модели авто и создает комфортные условия для водителей. Реально полезная штука. Используйте ссылку, указанную в описании к ролику, и получите неплохую скидку от нашего канала. Из крупных производителей в шоу участвуют только Land Rover, Isuzu, Gaz и УАЗ. При этом на четверых лишь одна условная премьера – юбилейный УАЗ Хантер. Машина нежно-зеленого цвета выглядит забавно и немного игрушечно. Но, увы, качество в праздничную комплектацию не входило. Куда ни глянь, ни кудочные комплектующие и следы неряшливой сборки. Просит за этот автомобиль 700 тысяч рублей. Также представлен УАЗ Патриот с опционным пакетом Offroad, который будет доступен для серийных машин с октября за доплату в 45 тысяч рублей. Набор включает электрическую лебедку Sprout 9000 Sport российского производства. Она расположена в недрах переднего бампера. Аккумулятор повышенной емкости и защита рулевых тяг из стального листа толщиной 3 мм. Ну а багажник на крыше выставочного Патриота всего лишь дилерский аксессуар. Но есть в экспозиции экзотические новинки. Самой яркой является вездеход лесоруб, построенный в мастерской Dr. Brooman's Place, которая уже известна пикапом на основе грузовика ЗИЛ-130. Сборка лесоруба завершена всего лишь пару недель назад и это его первое появление на публике. Рама, подвеска и мосты от грузовика ГАЗ-66. Кабина ЗИЛ-157 собрана из нескольких утилизированных. Выставочная машина в комплектации Байкал имеет двигатель B8 7,4 литра, автомат и раздатку производства концерна GM, ЗИЛовские гидроусилители руля с насосом GM, систему централизованной подкачки колес и механическую лебедку. Такой лесоруб обойдется в 5 млн. рублей. Но предусмотрена и упрощенная версия Тайга за 3 млн. с мотором B8 5.2 и автоматом фирмы Chrysler. Газовской раздаткой, простым компрессором без разводки к колесам и без лебедки. Ну а в следующем на выставке появляется вездеход Грибник или по модному Машруми, как написано на эмблеме. Разработан и построен заводом инновационных продуктов КТС во Владимире. У машины оригинальная рама, каркасно-панельная кабина, тракторный двигатель D130ZT мощностью 83 л.с. В четырехступенчатых коробках передачи дорожный просвет целых 410 мм. Передняя подвеска пружинная, сзади стоят трессоры. Привод постоянный, полный, с понижающей передачей. Причем все три дифференциала имеют электропневматические блокировки. Комплектация включает в себя усилитель руля, систему подкачки колес, гидравлическую лебедку и камеру заднего вида. Сейчас создатели ищут потенциальных покупателей, обещают начать производство товарных машин осенью. Цена около 2 млн. рублей. И грибник и лесоруб зарегистрированы как снегоболотоходы. Поэтому для управления ими нужно удостоверение тракториста. Треххвостная Toyota Tundra. Создатели с подмосковного центра 4x4 Tundra уверяют, что они первыми сделали версию 6x6 на базе этой модели. На сегодняшний день это самый сложный и амбициозный проект компании, который прежде ограничивался менее серьезными доработками. Прототип еще не закончен. Впереди работа над интерьером. Но разработчики уже готовы принять заказ на подобную тундру, которая первым прикидком обойдется минимум в 9 млн. рублей, включая цену пикапа донора. По соседству еще одна тундра, двуххвостная, но с гусеничными движителями вместо колес. Как говорят создатели, новый привод сделан в основном из российских комплектующих, хотя есть и китайский. Кимпер в кузове слегка бэушный, привезенный из Америки. Такой жилой отсек стоит примерно 1,5 млн. рублей. Ну а напоследок еще несколько фотографий с выставки Moscow for Frodo Show. Пока вы смотрите фотографии, можете поставить лайк и заодно подписаться на канал, который для вас делает постоянно новые видео. С вами был, как обычно, канал Про Авто. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok